Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором определены приоритетные цели развития России на период до 2024 года. В документе обозначено 17 пунктов, которые необходимо выполнить для осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического развития страны. Я хочу сказать, что большое внимание уделяется всем уровням образования. Например, дальнейшее повышение качества образования, дошкольного образования до трех лет. То есть это строительство новых детских садов, что будет, естественно, в ближайшие три года членов России в Российской Федерации, Чувашской Республике. И мы прекрасно знаем, что у нас в этом году начнем строительство 11 детских садов, которые позволят обеспечить доступность до трех лет тем жителям Чувашской Республики, которым необходимо, как сказал президент РФ, выйти на работу, а мы для них должны создать условия. Ну и большое внимание, конечно, уделяется, естественно, профессиональной компетенции наших работников, системы образования. В указе говорится о том, что мы должны внедрить национальную систему профессионального роста педагогических работников. Не менее чем 50% всех учителей в Российской Федерации должны пройти через эту национальную систему профессионального роста. То же самое мы будем наблюдать и в Чувашской Республике. Такие же направления будут реализовываться и у нас во всех уровнях образования. Но и важный момент является сама подготовка кадров. Это создавание центров науки мирового уровня. Тут у нас наши вузы тоже активно работают. Те, которые находятся на территории Чувашской Республики, активно взаимодействуют с нашим бизнесом, с работодателями. Я думаю, те поручения, которые заложены в указы президента России, они будут, естественно, исполнены в рамках развития всей системы образования Чувашской Республики. Одним из направлений, приоритетным, было выбрано направление культуры. Здесь особое внимание уделяется и реконструкции, и созданию театров юного зрителя, кукольных театров, подготовке кадров в сфере культуры, реконструкции материально-технической базы, образовательных организаций, что немаловажно, закупке инструментов. И я хочу сказать, что Чувашская Республика в данном случае выступает практически пионером в реализации данных направлений, потому что, как известно, театру юного зрителя имени Сеспили выделили издание, и сейчас идет активное финансирование, поддержка и помощь в развитии материально-технической базы театра юного зрителя. Также особое внимание уделяется программе реконструкции культурно-досуговых учреждений сельской местности. Открываются клубы, что немаловажно для населения Чувашской Республики. Что касается сельского хозяйства, и в сельском хозяйстве очень много строится современных животноводских комплексов. Это и чьинокомплексы, и молочноковарные комплексы. Я думаю, те меры, которые сегодня предпринимаются правительством нашей республики, главой Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, позволят обеспечить выполнение тех задач, которые сегодня поставил президент Российской Федерации перед правительствами и перед главами регионов нашей страны. Чтобы то, что говорил президент, выполнить, действительно, у нас еще в 2005 году был и это первый приоритетный национальный проект развития АПК. Также в указе говорится о создании в базовых отраслях экономики, это прежде всего в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, создании высокопроизводительного экспортоориентированного сектора. Для этого мы все понимаем, что мы должны обеспечить на наших предприятиях высокую производительность труда. Также говорится о том, что в промышленности и в переработке, скажем так, производительность труда ежегодно должна расти не менее 5%. И если мы говорим об экспорте, мы понимаем, что продукция, произведенная на предприятиях Чувашской Республики, должна быть качественная. И те заданные темпы, которые сегодня есть, до 2024 года мы должны сохранить. И если мы сегодня в 2018 году долю экспорта, в общем объеме продаж, долю продукции и сельского хозяйства имеем около 11%, то мы до 2024 года должны, этот процент должен быть не менее 15%, и объемы продаж не меньше 26 миллионов долларов. Сегодня около 18 миллионов долларов. Это с ростом практически на 40%. И также в Указе много говорится о развитии сельских территорий, о поддержке малых форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса, также о поддержке фермерских хозяйств, о создании кооперативов. В этом направлении и наша республика, и в целом наша отрасль. Давно мы начали работать, эти заданные темпы мы сохраним. И я уверен, что со всеми поставленными задачами агропромышленный сектор Чувашской Республики справится.